Сортовало тихий, уютный, очень европейский город. В гости к какой красоте ты едешь, понятно, еще по дороге туда. И все бы хорошо, но было одно но – вода. Родственники Людмилы Афанасьевой из Степного Казахстана всегда премного удивлялись засухи среди озер. Приехали, заходят, я, конечно, встречаю. Ну, естественно, с дороги что? Ручки надо помыть. Я из ведерчка ковшиком начинаю поливать. А проблема была в том, что у нас вода на пятом этаже не доходила. И приходилось вставать ночью, набирать в тазики. Сегодня вода с напором бежит в чайнике на пятом этаже. Правда, пить ее из-под крана жители сортовало не рискуют. Даже разбавлять чай не дают. Горячо? Да, Григорь, можно, если? Слушайте, так. Не водички у вас? Холодные. Холодные водички, нет? Обычные холодные? Так она ж не кипяченая. А вот главный инженер Карелия Водоканала, что занимается снабжением города, рекомендует. Ну, в принципе, укрепить жажду летним днем вполне себе можно. А будет? Будет чище. Чище будет, когда обеззараживать будут с помощью ультрафиолета. Сегодня вода, поступающая с водозабора, отстаивается и затем очищается гипохлоридом. Станция второго подъема, откуда и раздают живительную влагу по домам, уже существенно модернизирована. Ее утеплили и сэкономили этой зимой на отоплении, а также провели операцию по замене самого сердца на новый пламенный мотор. Арт-хаусный объект такой, индустриальный. То есть на нее просто приятно смотреть, на эту станцию. Она тихо работает, она энергоэффективная. Ну, в общем, хорошая станция. Гордость Водоканала – модульная автоматическая насосная станция. Пять насосов, постоянно в работе два, и этого хватает. Это современная история. Здесь полный набор запорной арматуры, который позволяет отсечь в любой момент, отсечь любую из элементов станции, не прерывая водоснабжение города. Современная история пишется здесь и сейчас. Масштабный проект модернизации водоснабжения Сартовала стартовал в прошлом году. Работы финансируются из двух источников – программа приграничного сотрудничества и региональной программы «Чистая вода» в рамках нацпроекта «Экология». Стоимость – 4 миллиона евро. Команда Карел Водоканала совместно с собственником, совместно с органами исполнительной власти республики, с Минстроем, с МинЭКом умудрились эту историю сложить. Конечно же, это очень важный проект с точки зрения экологии, с точки зрения обеспечения нормальным коммунальным ресурсом жителей города. Ну и, конечно, для нас это очень важно, поскольку Министерство экономического развития курирует международное сотрудничество. Это очень хороший проект, который может стать примером дальнейшего сотрудничества с нашими финскими партнерами, с европейскими партнерами. Проект находится на решающем этапе и должен быть завершен в следующем году. Со временем работы в Министерстве строительства, кстати, я и подписывал начало реализации этого проекта, и сейчас слежу за тем, как он реализуется уже в рамках работы в МинЭКе. Конечно, я эти вопросы здесь задал. Меня проинформировали, что все работы находятся в графике. Главные работы остались на первом водозаборе в заливе Хиденсельга на Ладожском озере. Самое сложное сделано. На глубину 10 метров опустили бетон на колодец. Готовятся укладывать водоводы в акваторию Ладожского озера. Уже смонтированы трубы приемные, входящие в сам колодец. То есть они уже уложены. Дальнейшие, вот два этапа самых, на мой взгляд, таких сложных, которые мы планируем провести летом этого года, это уложить плети длиной 500 метров вглубь Ладоги, погрузить их, потом вскрыть вот то место, где мы сейчас с вами стоим, вот здесь вот вскрыть, соединить озеро с колодцем и соединить эти трубы в единую цепь. Вся идея этой системы в том, что у нас оголовок на глубине 16 метров, труба вся проходит ниже уровня Ладожского озера и входит вот в этот бетонный колодец ниже уровня Ладоги. Это сделано для того, чтобы не использовать электричество, для того, чтобы подавать воду. То есть она поступает самотеком. Насосное оборудование смонтируют и станция сделана. Но точку ставить рано. Замена труб во всем городе следом по плану.